Компания Jaguar Land Rover выводит на российский рынок одну новинку за другой. Очевидно, что дилеры обеих британских марок заранее собрали как можно больше частично или полностью предоплаченных заказов на следующий год. Так в линейке Range Rover появился модернизированный Vilar. Само обновление вышло достаточно скромным. Кроме нового руля можно отметить лишь систему очистки воздуха, активное подавление шума да поумневшую медиасистему. Однако стартовая цена выросла аж на четверть миллиона. Отчасти потому, что гамма моторов была перекроена. Из нее исчез младший дизель на 180 сил. На вершину же забрался 400-сильный бензиновый мотор, дополненный мягкогибридной надстройкой. Родственный Jaguar F-Pace обойдется на 200 тысяч рублей дешевле. Ему модернизация принесла слегка подправленную внешность, но главное – почти полностью переделанный салон. Так что вполне понятно, почему цена подскочила сразу на полмиллиона. Но опять же, роль младшего на себя взял дизель на 200 сил, а раньше было 180. В этом плане Jaguar повторил ходы Range Rover. Вот только топовая трехлитровая шестерка F-Pace недоступна. Субординация есть субординация. Зато ягуаровцы привезли заряженный F-Pace SVR. Злой английский кроссовер стал совершеннее технически. Но оценить это смогут только избранные, ведь за такую машину хотят просить больше 8 миллионов рублей. Наконец, третья новинка, которой предстоит дойти со стороны Туманного Альбиона – электрический I-Pace. У версии следующего модельного года появился ионизатор воздуха плюс трехфазное зарядное устройство мощностью 11 киловатт. До этого Jaguar принимал переменным током только 7 киловатт и стоял на зарядке около полусуток. Быстро зарядить батарею емкостью 90 киловатт-часов I-Pace по-прежнему могут комбинированные терминалы с постоянным током и разъемами типа CCS. Но даже в Европе они встречаются нечасто, а в России и вовсе единичны. Пожалуй, улучшенная переменно-токовая зарядка – это главное новшество. Про свежий медиакомплекс говорить даже неловко. А еще неловко говорить про цены. Ведь прибавив 400 тысяч, батарейный паркетник отыграл то снижение, которое стало возможным после весеннего обнуления ввозных пошлин. Напоследок добавим, что ни одна из трех перечисленных новинок пока не дошла до дилеров. У продавцов машины появятся только весной.